всем добрый вечер у нас ребята вечер понедельник у меня когда было снимать поэтому так вот короче что я хочу сейчас буду делать в кексике у меня от фрук есть замороженный я его достала и хочу сразу ответить на вопрос по поводу сливочного масла все писали Настя зачем ты дешевое масло берешь на еду ребят дешевое масло у меня вот это вот идет на выпечку на еду более дорогое вот это у 38 это под сотню на еду вот это это для выпечки потому что я пробовала маргарин покупать для выпечки многие писали Настя покупай маргарин есть дешевый для выпечки вкус маргарина моим детям не нравится поэтому я беру вот этот вот спрет для выпечки оно самое то вкусно такого нет как это как от маргарина и поэтому для выпечки это самое идеальное масло я хочу кексики сделать творожные я буду размораживать масло Василис ты так тут хорошо сидишь а для еды у них вот это масло так что не пишите чушь или все-таки богатые стали на эти многие люди и такое масло едят и ничего страшного Господи так творогほど вкусовать творог felt так творог подыставляла творог у меня тут есть и такой замороженный творог и такой behave заморожу HQ forty small pork fique такой творог замороженными и так sericus Смешивать яйцо, яйцо, масло, сахар. Яйца у меня, кстати, свои домашние в упаковках, но это свои домашние яйца. Сейчас разобьем яйца с сахаром. Я без опаски яйца разбиваю в тарелку, потому что это мои домашние яйца. Сейчас мы инкубатор уже наполнили, поэтому нам не надо так много. Инкубатор наполнили, поэтому остальные яйца все на еду идут. Я размораживаю маслом. Так что вот так вот. Летом мы яйца в основном не покупаем. Нынче курей очень дорого продают. Я посмотрела, так 500-600 рублей куру одуреть. Я в последний раз петуха за 350 продала. Мне сказали, я дорого продаю, ребят. А когда я нынче видала на рынке, почем продают, я нифига не дорога, я наоборот продешевила. Так, венчик еще свой. 4 яйца сбила. Сюда мне этого хватит вполне. Можно 5-е еще сюда долбануть. В кексах буду много делать, поэтому нормально. Что это? Пусть еще размораживается. Сахара сейчас сюда добавим. Яйца с сахаром пока перемешаю. Сахара побольше добавлю. Что мне надо в мои кексы? Яйца, сахар, творог, сливочное масло, мука, сода, соль немножко можно, ванилин можете добавить, если у вас есть. Поэтому вот так вот все. Дальше пускай так дойдет. Сейчас я пока яйца с сахаром забью, чтобы такая пенка, знаете, получилась классная. И потом дальше буду делать. Потом покажу, какое у меня тесто консистенции получится и какие кексики. Все, ребят, сделала тесто. Вот такое вот оно у меня консистенции получилось. Густая целую, большую миску. У меня есть такая же поменьше миска. Кстати, очень удобно в них тесто делать. У меня тут некоторый творог был с изюмом. Некоторый ванильный какой-то был. Поэтому морозилку хорошо сейчас, когда морозилка. Больше можно заморозить. И потом уже не переживать, что у тебя что-то для выпечки нет. Или еще что-то классное. Мы почти досадили картошку, кстати. У нас не хватило картошки, надо покупать. Сейчас муж зарплату получит, и будем картошку покупать. Так что вот такие вот дела. Все, пускай тесто немножко постоит. Минут 20-30. Чтоб сода начала действовать. И потом будем уже с вами выпекать кексики. У меня как раз машинка достирается. Неудобно то, что одна резетка и на машинку, и на духовку, на куда-то мужа попросить, чтобы он переделал. Все, дорогие мои, стряпаю кексы. Так, ребят, что у нас происходит? Короче, садим картошку. Вот ту часть всю посадили уже. Здесь посадили, и вот здесь посадили. И вот там вот чуть-чуть начали. И все, и картошка закончилась. Нам надо еще сюда, если мы правильно посчитали, 5-6 ведер надо будет покупать. Так что вот так вот. Муж там сено косил, сейчас собирает кроликом на зиму. Высушил, и вот собирает. Тут у меня две грядочки идут. Там морковь я посадила. Морковь, укроп, петрушку и салат. Потом дальше еще муж будет доделывать. Там будут у нас кабачки сидеть. Там у меня помидоры посажены. И в другом месте еще помидоры посажены. Так что вот так вот. Вот такие вот дела. Тут у нас бочки с водой стоят. Ну, бочки уже пустушили, потому что поливали. Сейчас скоро поливаться будем. Мы нынче удобрения покупали специальное для картошки. Нам посоветовали. Сейчас попозже покажу вам. Сыпали. Короче говоря, уложили картошку. Немножко золы, удобрения. Потом землей прикидывали. А сверху, видите, мы уже делали на авоз. Так что вот как-то так. Вот нам еще получается 5-6 ведер картошки надо. Чтобы досадить. Ладно, дорогие друзья. Всем хорошего вечера. Сейчас покажу, кстати, какое удобрение нам посоветовали. Хотела вам удобрение показать, а оно закончилось уже все. Это нам получается еще не хватает удобрения. Надо еще покупать. Ну, мы 3 пачки брали. Но потом купим еще, и я вам покажу. Я уже поставила кексы в духовку. Детки отдыхают пока. Потом там опилки еще не все доконтарили. Еще надо опилки в мешке контарят на зиму. Чтобы зимой потом в курятник да что уложить. Кроликам да что. Муж же двух кроликов купил. Я так и забываю, все, по тысячам кроликов показать. Там у нас самка и самец. Два всего, и два. Их немного, и два пока. Пока. Да, пока. Я стряпаю кексики творожные, разморозила. Сегодня весь, последний творог достала из морозилки. Нази, вот-вот, как покупала, творог уже весь потратили. То в одно, то в другое. И сегодня вот последний творог разморозила. Ну, там два контейнера малины еще есть. Потом можно будет оладушки сделать с малиной. Я помню кое-что. Что? Мороженое купить. Мороженое купить, а пока денег потом возьму. Сухое. Сухое? Ну, я закажу сухое мороженое вам. Мы хотим один день как-то вот сделать, как в кафешке, да? Блинчики с бананом, с шоколадом. Вот такие вот. Не, я с сгущенкой вареной. Со сгущенкой вареной? Ну, что-нибудь такое. Сделать коктейли попробуем сами сделать. Мороженое свое сделаем. Такой вечер будет у нас. Да? Вот как площадку закончат. Потому что они все то на площадке. У Егора пока экзамены. Тут пока огород. Пока времени нет вообще. Ни на что. А потом... А в июле, кстати, у меня Маша с Оксана уже тоже сюда записала. Я их на площадку. Они у меня будут ходить. Поэтому вот как-то так. Маша с Оксана сейчас пока в город ездят. За деньги талоны так нам и не дают. Так ничего им мы добиться не смогли, чтобы нам талоны давали. Так и ездят за свои деньги. Ну, потом будут здесь ходить на бесплатную площадку. Будут на речку ходить. В том году уже выходили, да? На речку купали с площадкой. Да что? В школьной площадке они не ходят на речку. А вот... Мы тогда в бассейн ходили. Ну, в бассейн. А сейчас запрещено, наверное. Короче, вот такие вот как-то планы у нас. Ладно, стряпаю кексы. Маша, а что у вас тут такой бардак? Скажи, пожалуйста. Ну, там из-за Кати наехать на кафедку. У нас сегодня Катя со Светой здесь... Закрой дверь, пожалуйста. Комары летят сюда. Потом вечером не сможем здесь карты поиграть. У нас комары съедят. Надо тут шторку приколотить какую-то. Птюль сделать мне. Тут хорошо вечером сидеть. Комары не кусают. Прохладно. И мы здесь сидим. То в карты играем, то в монополию, то в шашки, то в шахматы. Кто в чё, короче. Тут хорошо, прохладно. Кто во что хочет, тот играет. Я хочу сюда два гвоздика приделать на окна. И тюльку повесить. Гордину пока смысла нет сюда делать. Тут на доске мы на потолок заказывать будем доски делать. А потом уже... Поставить полочки и расставить игры. Игры расставить. Где полочки поставить? А, не. Потом что-то придумать. Ладно, дорогие друзья, пошла я стряпать дальше. Так, ребят, постряпала первую партию кексиков. Вот такие вот они у меня получились. Большие, маленькие. Ну, вы знаете, какие у меня формочки. Тут ещё теста много. Здесь у меня заготовочки ещё лежат. Это вот ещё стаканчики. Всё. Машенька, разломи, пожалуйста, один кексик. А то мне одной рукой вообще как бы неудобно. Покажи на видео. Ты прям, ну, сплющила её. Ну, да, вот внутри они пустые. Попробуй, скажи, вкусно, нет? Да. Вкусно. Так что, ребята, стряпаем кексики. Надо, дай, берите кексики, кушайте на здоровье. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас обзор очередного стула от фирмы Кузя. Все прекрасно знают, что у меня есть уже такой же синий. Но в этот раз, так как скоро у меня Марине в школу идти, нам пришёл красный. И мы сейчас с вами его попробуем собрать. Производитель это у нас Россия. Вот так. Сейчас мы с вами попробуем сами собрать этот стул. Так как, мне кажется, он не такой уж и тяжёлый в сборке. Так, коробку мы почти с вами уже вскрыли. Осталось собрать. Ссылочки, ребят, на этот сайт я оставлю в описании. Поэтому проходите, смотрите и заказывайте. Лиртекс. Книга в подарок из детских подробностей. Также здесь идут какие-то наклейки. В тот раз их не было. И вот инструкция к стулу, к сборке стула. Всё это есть, как и что делать. Сейчас мы с вами по этому подробно. Тут какие-то ещё наклеечки есть. Ну, как же Василиса у нас тут не придёт. 16 детских развивающих игр. Так. Стул упакован хорошо. Мало того, что был пенопласт. Поэтому он не поцарапать. Но Вася пришла проверить. Да, Василиса? Давай, мадам моя хорошая. Скажи, Вася, как это без меня? Да в коробке вы чего? Будем распаковывать. Я заказывала красный стул. Вот такой вот он расцветки. Очень красивый. Красивый стул будет у нас. Ещё одна. Сидушка. Василиса, ну давай, моя хорошая. Отдай, пожалуйста. Первая часть это ножка, на которой будет стоять наш стул. Детальки все собраны в пакетики. Каждая деталька мелкая, даже всё обёрнуто. Классно. Пупырочки такой. Такие штучки. Это на которых крепится стульчик. Сейчас мы с вами сначала распакуем. А потом будем собирать. Если интересно, оставайтесь со мной. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Вот такой вот, ребята, у нас стул получился. Мариночка, как тебе стул? Нормально. Удобно сидеть на нем? Да. Вот такой вот стул. Собрали мы его быстро с вами. Поэтому проходите по ссылочке в описании. Марина показывает производитель. Это фирм-стул Кузя. Для детей разного возраста. Сиденье можно переставлять в разное расстояние. Поэтому проходите по ссылке в описании и заказывайте. И ссылочки все где Марина ставим? В описании. Да, в описании под видео. Поэтому всем желаем приятных покупок и ставьте лайки.